Очереди антисанитария и жесткие условия прохода границы вынудили дальнобойщиков в Алматинской области устроить забастовку. Сотни водителей жалуются, что несколько месяцев не могут проехать пункт пропуска на казахстанско-китайском участке. У многих давно уже закончились деньги и продукты. Некоторые не выдержали, побросали машины и уехали домой. Репортер КТК Бауржан Апсейтов разбирался в причинах. Движение встало. Водители штурмуют пункт пропуска на казахстанско-китайской границе. Дальнобойщики жалуются. Устали месяцами ждать. В сутки здесь проезжает не больше 80 фур. Многие приехали сюда еще летом и до сих пор не попали в накопители для загрузки товара. Чтобы урегулировать ситуацию власти с дальнобойщиками, стали составлять списки очередников. Чиновники были уверены, что им так удастся ускорить проезд через границу. Но стало только хуже. Стоял в списке 1289-й. Тут я исчезаю со списка, появляется 0,60-й за место меня. Вообще списка нет. Как будто я там и не стоял. Вторая машина наша такая же. И тут многие. Я могу сказать, тут много кто так попал. И еще много которых удаляют просто. Проблемы на границе начались еще летом. Тогда одной из причин стало ужесточение карантина в Поднебесной. Позже обеим сторонам частично удалось договориться. Правда, ненадолго. Теперь водители фур думают, что делать дальше. Ведь скоро зима. Некоторым шоферам родные начали привозить теплые вещи и необходимые продукты. Есть здесь и те, кто пытался пойти на крайние меры. Истерики. У него деньги закончились. Он был шлепаться в одной рубашке. Он сказал, себя подожгу и машину. И он стоит, смеется, говорит, поджигает. Возмущаются водители не только очередями, но и полной антисанитарии. Люди рассказывают, что фуры стали им домом, а местные овраги превратились в туалеты и душевые. Так живут те, у кого совсем нет денег. В этом списке есть те, кто уже заехал и выехал. Они дали 5000 долларов и все. Слов нет. Спокойно им все сделали. Чтобы окончательно решить вопрос с затором на границе, дальнобойщики пошли в районный Акимат. Только там им явно не были рады. В итоге держать оборону перед десятками водителей пришлось предсекретарю Акима. Но и он был немногословен. Все началось еще весной. Аким района выезжал и смотрел все и сделал все, что было возможно с его стороны. Сейчас Аким находится на объезде. У него есть другая работа. Он не может сидеть постоянно в кабинете и решать только один вопрос с границей. За все время он ни разу не приехал в сухой порт. Он там был. Вас, наверное, не было. Я там постоянно стою. Не надо врать нам. Теперь водитель намерен написать коллективное обращение в столицу. Они требуют проверить пункт пропуска и, наконец, навести порядок.